Я расскажу про вычисление самой сложной теограммы для однопетлевых поправок. Для однопетлевых поправок это Пентагон, для амплитуды с 5 частицами безмассовых, до произвольной размерности. Это определение интеграла петлевого, он зависит от пяти инвариантов. Здесь просто в краткой форме написано, где П это у нас входящие импульсы, все безмассовые. Это закон скринения импульса и определение инвариантов. Дальше на некоторых слайдах я буду использовать некоторые удобные обозначения для комбинаций вариантов. Дельта это у нас детерминат грамма четырех импульсов, потому что пятый выражается через остальные. С это некоторая комбинация вариантов и детерминат. Например, R выглядит таким образом. Какие результаты были известны уже Пентагона? Значит, больше чем 20 лет назад было показано, что Пентагон с точностью депсио нулевой выражается через линейную комбинацию интегралов типа бокс с одной массой внешней, а остальными безмассовыми. Следующий порядок определяется не только боксами, но и Пентагоном в размерности 6. Также, ну не так давно уже тоже было достижение, вычислили развожение Пентагона в размерности 6, но в Режевском пределе. Вот это вот пять лет назад. Ну и пять лет назад Тарасов, ну и его соавтор, получили, так сказать, точный ответ. Вот. Ну, он в шестимере с помощью рекомендованных соотношений, но, правда, только для области инвариантов. Для области где? Дередуга тоже написал какие-то общие выражения, то есть точные по эпсилам, но а явное разложение привело только по эпсилам в квадрате. Правильно? Я так помню. Ну, но я помню, что они в Режевском пределе получили разложение. Послушайте, вот, как говорится, дальше слушать очень сложно или, я сказал, почти невозможно. Вы должны начать с того, что рассказать, какую физическую задачу... Следующий слайд, это будет следующий слайд, для чего это все нужно. Для чего это все надо? Ну, неважно. Не знаю, где Пентагон приходит. Вот у меня такое ощущение, что про это речь идет. Вот, ну, короче, Тарасов получил точный ответ, но только для области, для всех отрицательных инвариантов. Вот, ну, довольно-таки сложное выражение получилось. Значит, какие же, где же применяется... Ну, Пентагон, в общем, применяется во всех амплитудах однопетлевых, да, но как бы в разложении в основном, да. Большая точность процесса, это 2 в 3, например, процесс, или распад частиц на 5 частиц. Ну, например, Z0 в 4... Z0 в 4 лептона, например, в одной петле. Там вот, например, есть... Ну, правда, не этот Пентагон, да. Я думал, Z0 позвал, а что-то другое, да? Вот, ну, например, что можно привести? Ну, E плюс, E минус, E плюс, E минус, 4 электрона. В безмассовом случае. Ну, там, например, есть... Ну, или, допустим, в одной петле E плюс, E минус, E плюс, E минус и гамма. Вот. А где же применяется точный ответ? Точный ответ, например, нужен в анзаце Бёрна, Диксона, Смирнова для амплитуды с 5 концами. Анзаце нам говорит о чем? Мы видим, что амплитуда в планарном пределе во всех порядках теории измущения. Планарный предел – это предел больших цветов. Зависит от одновременной амплитуды и нескольких констант, зависит от размерности. Вот. Ну, это значит, что если мы знаем с хорошей точностью по размерности Пентагон, то мы можем получить амплитуду, да, в двух петлях и выше в планарном пределе с помощью анзаца. Ну, а также, где его можно применить? Применить Пентагон можно для вычисления реджевских вершин в следующем главном порядке, с окоточностью, которые потом необходимы для уравнения БФКЛ и БКП, для следующего заглавного алгоритмического приближения. Сейчас, БЭТА… БАЛЬТИСКВИСКВИСКВИСКИЙ ПРОШОВОЙ. Это уравнение на Адерон. Ну и не только там. На Гриджонный обмен уравнений. Значит, ну, как мы собираемся вычислять? Вычислять мы собираемся в Пентагон с помощью дифференциальных уравнений в четырех мере. Ну и все варианты у нас отрицательные будут. Значит, уравнение, даже систему уравнений получаем с помощью тоже индегрирования к частям. Ну, это полный, так сказать… Ну, вручную это тяжело делать. Делать с помощью программы генерируется уравнение. С помощью программы LightRed, которую Роман Николаевич написал. Вот это генерируется уравнение. Ну, и общий вид уравнения я вот в такой символической форме написал. Да. Что за уравнение? Какие уравнения? На что? На… Ну, я… Ну, вот, на мастер интегралов. Значит, есть семейство интегралов. Это вот наш… Значит, программа генерирует нам уравнения. Значит, у нас, так сказать, в уравнение входит наш Пентагон и более младшие – мастер интегралов. Рисуйте, пожалуйста, феймеровую диаграмму Е плюс и минус 4 лептона. Куда входит этот Пентагон? Он не входит туда. Ну, начните хоть что-то, куда это входит. Хоть что-то. Ну, я понял. Здесь же потребуются, что взглядели. Ну, конечно, экономиды, так сказать, и что? Ну, вот. Что вот? В каком процессе вы хотите что-то учить? Я говорю, вот этот ответ, он не нужен для этого. Здесь уже 20 лет назад получили развожение достаточно для вычисления этих процессов. Ваше вычисление для чего нужно? Я там привел, для чего оно нужно. Вот. Для вычисления… Это ответы серии «Это нужно Виктору Сергеевичу?» Нет. Анзадзу Бёрна, Диксона, Смирнова. Я не знаю, это Анзадзу. Напишите ему процесс, кинематическую ситуацию. И вот вы считаете… Любая кинематическая ситуация. Амплитуда с пятью концами. Амплитуда с пятью концами? Сколько угодно? Да, конечно. Ну, хоть один какой-то физический. Вот вы сосчитали. Пять глионов. Пять глионов. Пять глионов. Ну, два глиона. Два глиона, три глиона. Да, вот. Ну, процесс, простейший процесс, два-три глиона. И что? Ну, что, ну, я не знаю. Но этот процесс, он необходим для вычисления, когда начинают… Когда пытаются какие-то процессы описать, идущие на… скажем, на ЛХС. Ну, как это делается? Берутся эти самые портонные распределения и сворачиваются эти портонные распределения с жесткими процессами. Вот это вот пример жесткого процесса. Вот таких же их как грязи. Как грязи правильно, так и все. Их надо считать. И люди этим и занимаются. А как же это? А что иначе делать? А есть какие-то углеводы, фельсовые тоже подойдут? Нет, не подает. Безмассовые частицы. Да, потому что… То есть, энергии подняйте как бы безмассовые? Ну, потому что все безмассовые входящие считаются. И скаляпы там? Нет, это для интеграла. Не важно, какая частица. Главное, чтобы безмассовые были входящие. Но они могут быть эффективны безмассовые, правда? Да, могут. Ну да. Вот набор мастер-интегралов семейства. То есть, у нас уравнение зависит от нашего… Ну, наш Пентагон, который нам нужен. И пять боксов с массивной концом. Вот. Ну, стягиваем последовательно вот эти пропагаторы. И еще есть это пять рыб. Ну, простейшая диаграмма. Вот. Значит, что у нас? У нас есть пять уравнений, пять систем уравнений размерности 11 на 11. Матрицы у нас… Матрицы получали с помощью… Да. Да. С помощью лайтред. Ну, вручную… А куда они можно получить? Ну, можно, но как бы это тяжело, потому что выражение огромное. Ну, и пять матриц разных. Пять матриц 11 на 11 надо получать. Почему пять матриц? Потому что пять инвариантов. Мы дифференцируем по инварианту. Их пять. Вот. Поэтому, получается, пять матриц. Вот. Значит, как все это решать? Ну, вот, была идея Романа Николаевича. Давайте приведем дифференциальное уравнение к так называемой эпсион-форме. Значит, эпсион-форма – это когда мы находим такой базис мастер-интегралов, где вся зависимость от размерности выносится в виде множителя. А матрица не зависит от множителя, от размерности. Это не всегда можно сделать. Да, нам было неочевидно, что у нас получится, но как бы получилось. Значит, то есть, нам одновременно надо пять матриц к этой форме привести, да? То есть, как… Как бы получилось? Или получилось? Получилось. Получилось. А вот сейчас какой статист, значит, когда можно… Ну, как-то есть какие-то общие утверждения? Признаки. В каких случаях? Признаки этого возможности. Рома Рома когда-то рассказывал… Ну… Значит… Во-первых, я забыл, что он рассказывал. Нет. Значит… Рома рассказывал для случаев, когда масштабов задачи, ну, грубо говоря, один или… ну, или два, фактически, сводящихся к одному… Безразменная. Да. Да. Одна безразменная переменная. Здесь непонятно было, поскольку здесь пять инвариантов, то есть, четыре безразменных переменных, возможно, да? Было… Ну, я хочу… Все-таки… Какие признаки-то? Вы, может, можете напомнить? Признаки? Ну, я не знаю, какие признаки… Возможности или условия возможности приведения? Есть какие-то слова? Ну… На самом деле, что Рома говорил, что какие-то признаки есть, он сейчас вперед может расскажет. Насколько я помню, признаки… Признаки… Рома придет рассказать… Рома придет рассказать… Это стоит докладчик, который делал… Рома придет рассказать… Признаки нет, но заведом нет. Что можно всегда принести, такого нет. Вот. Как получать Epsilon-форму? Значит, ну, такое краткое напоминание, значит… Как мы делаем? Значит… Во-первых, все диагональные члены с помощью, ну, например, такого преобразования, домножения функцию, приводим к виду пропорциональной размерности. Дальше, ОВ-диагональные члены, ну, например, вот таким преобразованием. Это вот для Пентагона, для боксов нужно рыбы прибавлять таким же образом. Тоже к Epsilon. Ну, и с помощью преобразования, зависящего только от Epsilon, приводим к Epsilon-форме. Ну, вот. Для пяти матриц у нас… Мы нашли такое преобразование. Вот. И привели… То есть, вы делаете, как у вас есть интеграл, вы дифференцируете твоим вариантом, получаете, и раскладываете потом по мастерам заново, да? Да. И это есть и дифференциальное уравнение. Сейчас, ну, как так? Мало сейчас… А развивность как выскакивает в этих интегралах? Ну, она получается при… Ну, то есть, при дифференцировании у меня возникают… Возникают числители у интегралов, да? Дальше мы с помощью тоже с интегрирования по частям их выражаем через остальные мастер-интегралы. То есть, и у нас таким образом генерация как бы более младшие мастера. Вот. Ну, а там, конечно же, при использовании тоже с интегрированием по частям выскакивает автоматически размерность. Вот. Ну, мы точно по эпсиону, точно делаем. Значит… Да. Значит, в новом базисе, ну, мы его нашли, этот базис, уравнение принимает эпсион форму. То есть, это у нас производная равняется эпсион на матрицу, не зависящая от эпсион, только один вариант, на наш набор новых мастеров. То есть, ну, там, комбинаций. Значит, ну, что, например, мы можем… условия совместимости, что уравнения у нас… как бы, что уравнения верны, это… что можем переставить производные. Вот. И отсюда у нас вот такое следствие, что… ну, вот такая комбинация, то есть, похожая на напряженность, вот, равняется нулю. Вот. Ну, и в чем здесь главная-то вещь? В том, что, благодаря тому, что у нас здесь эпсион в первой степени стоит, то мы вот это уравнение можем разделить на два. То есть, у нас отдельно коммутатор нулю за нуля, отдельно смешанная производная нулю за нуля. Чтобы было… чтобы уравнение выполнялось для произвольного эпсиона. Ну, а это что значит? Это значит, что вот такая производная матрицы… то есть… дифференцируем по одной переменной, это у нас то же самое, что другую матрицу по другой переменной дифференцируем. Ну, это означает, что вот такую сумму можем собрать в полный дифференциал. Вот. И, следовательно, если мы умножим на ds это и просуммируем, то у нас получается вот такое уравнение. То есть, у нас дифференциал от мастер-интегравов есть, ну, такой дифференциал от матрицы на сам интегравов. Это вот так называемая делок-форма получается. Я тут эпсиум забыл. Ну, два можно включить. Кого? Ну, надо тогда было написать. Вот. Значит, как матрица dA выглядит? Ну, я звездочками обозначил просто ненулевые члены, чтобы не писать, они там все-таки не вместились бы в слайд, но она не такая уже большая получается. Значит, ну, вот видно, что вот это у нас, у нас здесь умножается все на вектор мастер-интегравов. Значит, первая строчка соответствует у нас уравнению на пентагон сам. То есть, он содержит как бы все мастер-интегравы у себя в уравнении. Вот. Значит, по... Мы хотим дальше упростить нашу задачу. Значит, по этой матрице мы что можем? Мы можем построить граф взаимосвязи, как связан пентагон с другими мастер-интегравами. Ну, и остальные как с друг другом связаны. То есть, мы смотрим, что пентагон, например, связан со всеми по этой матрице. То есть, ну, вот строим вот такой граф, значит, рисуем все мастер-интегравы в виде кружочков и рисуем взаимосвязи. Значит, пентагон у нас стрелочки на всех у него направлены. Дальше смотрим, ну, допустим, первый бокс у нас вот здесь стоит. Он связан только с тремя рыбами. Вот первый бокс, он связан с первой, третьей, четвертой. Ну, и так для остальных рисуем граф. Вот. И по этому графу можно сообразить, как можно эту систему упростить. То есть, идея в том, что давайте разбивать наше решение на решение, зависящее только от одной рыбы. Вот. И смотрим, сколько у нас стрелочек здесь. Здесь четыре стрелочки. Значит, что у нас? Рыба у нас будет содержаться в первом боксе, в третьем, в четвертом и в пентагоне будет напрямую содержаться. Значит, вот этот граф нам указывает, что мы можем разбить на пять систем наше уравнение. Вот. Вот таким образом. Где, ну, допустим, для первого, ну, вот, так сказать, ну, мастера для первого уравнения, у нас вот такого, то есть у нас кусок от пентагона, кусок от трех боксов и рыбы содержится. То есть у нас сводится, система уравнения 11 на 11 сводится к пяти системам 5 на 5. Вот. Ну, причем нам достаточно решить одну систему, что остальные получатся циклической перестановкой вариантов. Ну, в общем, мы проинтегрировали. Такое у нас решение. У меня получается вот это боксы, линейная комбинация боксов. Ну, решение, то есть вот это константа интегрирования. Ну, и наше решение, в общем, по сути, такой двойной интеграл. Ну, на самом деле видно, что это внутренний интеграл берется, это арктангенс или гиперболический арктангенс. Вот. То есть это, по сути, одномерный интеграл. Ну, компактнее в виде интеграла записать было. А что вы проинтегрировали еще раз? Что вы делаете? Ну, мы, так сказать, в новой, так сказать, разбили нашу систему на 5 и проинтегрировали первое уравнение, которое вот в первой строчке. Поскольку все остальные уже известны, решение для боксов, ну, а рыбы это S степени Epsilon просто соответствующий. Мы все это подставили, и у нас это что, по сути? Это у нас линейное дифференциальное уравнение с неоднородностью. Вот. Ну, я не стал писать, как мы подробно интегрировали, ответ написал. Вот. Значит, ну, вот такой ответ. Ну, надо константу найти. G от Epsilon. Она зависит только от размерности. Значит, как ее находить? Значит, константу интегрирования находим при условии, что детерминат грамма у нас стремится к нулю. Вот в данном пределе у нас четыре вектора, которые в него входят, становятся зависимы. Значит, что пентагон можно выразить через линейную комбинацию боксов. Вот. Ну, это приводит к тому, что такая комбинация у нас зануляется, должна зануляться. Вот. Ну, и, соответственно, из этого условия мы взяли предел, нашли константу эту. Вот. Значит, как в шестимерии получить выражение? Значит, ну, давно известно уже было это соотношение для рекламентного соотношения по размерности, что у нас пентагон в четырехмерии выражается через пентагон в шестимерии и линейная комбинация боксов. Вот. Ну, из него, в общем-то, из этого рекламентного соотношения и впервые было получено развожение пентагона из этого. То есть мы боксы знаем, а было известно, что пентагон конечный при эпсионе, стремящемся к нулю. Соответственно, если нам нужно до эпсиона нулей, можно пренебречь этим выражением. Ну, вот из этого рекламентного соотношения мы получили выражение для пентагона в шестимерии. То есть оно с эпсиона начинается? Оно начинается с эпсиона нулевой. То есть здесь единица на эпсиона, конечно, стоит. Это пэпсион к нулю, стремящемся, это к константе стремится. Но здесь, скажем так, чудесным образом собирается все так, что профессиональный эпсион внутри скобки. Ну, потому что короче выражение, здесь боксов нету просто. Он не содержит расходимости. Здесь, во-первых, боксов нету вот этих. То есть... Дело в том, что мы считаем точную подразмерность. И считать в 4 минус 2 и в 6 минус 2, это все равно. Но просто, получается так, что если использовать вот этот размер снорегурентное соотношение, то для Пентагона в 6 минус 2 эпсиона прямо получается очень простое выражение. Без вклада боксов. Вот если Миша там покажет, там вот предыдущий слайд. В чем-нибудь речь? Надо было одну слайд, конечно. Вот Пентагон в 4 минус 2 эпсиона, он содержит вот этот вклад от боксов. Он последний член суммы. И этот вклад – это как раз то, что отличает в 4 мерии Пентагон от 6 мерии. Поэтому, грубо говоря, вот первая часть – это и есть Пентагон в 6 минус 2 эпсиона. И это как бы удобно. Ну, мы для удобства это написали, конечно. Можно было этого не делать? – А никакого утрофиолетта здесь по мини нет. – Да. – А при чем тут пропагаторов? – Ну, как грязь, да. – Ну, это 12. – А, да. – А, да. – Какая не 12? – Здесь. – Здесь. – Значит, мы ответ получим… – Ну, нет, не только утрофиолетта, но и утрофиолетта тоже. – Уже и есть, а в 7 минус нет. – Значит, ответ у нас был получен для области, когда все инварианты отрицательные. – То есть, ну, опозначим вот так область, когда у нас… – Это каждый из них знак, соответствующий ЛС обозначает. – Вот. – Ну, ответ нужен, вообще-то говоря, для физических областей. – Вот. – Ну, для всех областей нужен. – Вот. – Вот. – Всего у нас имеется 4 неэквивалентных области. – У таких, как бы, поскольку у Пентагона есть симметрия, то, как бы, чтобы упростить себе задачу, мы должны только продолжить аналитически в эти 4… ну, из этой области в эти 3. Ну, остальные получатся уже просто симметрийным приемом. – А мы можем сопрячь наш Пентагон, да? – И у нас что? Константный множитель только от ε вылезет, там, E в степени и π ε, и 7-варианты знак меняют как будто. Вот. Поэтому, грубо говоря, если мы сопрягаем вот это, то у нас здесь плюсики ставятся. Вот. Поэтому с плюсиками и с минусами можно с сопряжением получить. Вот. Поэтому нам достаточно аналитически продолжить из одной в эти 3. Вот. Ну, а дальше пример. Как же мы это делать? Значит. Сначала мы рассмотрели аналитическое продолжение из этой области в эту. Вот. Ну, вообще аналитическое продолжение функции от 5 вариантов, довольно-таки сложное. Оно непонятно… Нужно… Двух сложное. Нет, двух сложное, да. Вот. Но если мы работаем в области, когда у всех инвариантов мнимая часть положительна, то наше аналитическое продолжение, во-первых, не будет зависеть от порядка, по коему инварианту мы продолжаем, во-вторых, от пути не будет зависеть. Вот. Вот. Ну, это, в общем, из фейминской параметризации. Объяснить, почему. Да. Ну, из фейминской параметризации это можно увидеть, что у нас неважно, по какому инварианту мы продолжимся. Вот. Пример по этому. Вот. Вот. По С5 мы, значит, мы выбираем, ну, переход, только чтобы С5 менял знак, ну, есть мы будем переходить по полуокружности. Пин до нуля, значит… Вот. Значит, ну, вот, написан вот этот П, который в ответе у нас присутствует в виде одномерного интеграла вот такой функции. Значит, чтобы его аналитически продолжить, мы должны изучить, какие особые точки есть под интегральным выражением. Значит, у нас есть… Функция G у нас выразается через арктангенс. Ну, вот такую функцию, точнее даже не арктангенс, а такую. Вот. Значит, его аналитическое продолжение, оно определено вот на такой римной поверхности. Ну, вот синий цвет – это у нас нулевой лист. Это плюс первый, минус первый лист. Ну, и, соответственно, видно, что у него есть два раза разреза. Это у нас точка ноль. Это мнимая часть нарисована. Это точка ноль, особая точка. Это минус один вот этой особенности функции. Вот. И есть еще вот эта точка ноль по Т у нас особенность. Значит, дальше что? Ну, мы по S5 идем по полуокружности. Вот. Дальше как? Будем следить за движением особых точек под интегрального выражения. Вот. И в соответствии с этим деформировать контур. Вот. Значит, у нас в нашем интеграре реально есть два контура интегрирования. Ну, первый и второй, как бы. Ну, это у нас как в смысле главного значения, можно сказать. То есть у нас есть контур с одной стороны обходящий и по-другому обходящий. Вот. Контур интегрирования. Ну, сейчас. Здесь интеграл, конечно, написан от единицы до бесконечности, но вот здесь как бы зашито правило обхода полюсов в самой функции G. И поэтому у нас есть контур интегрирования разные. В самой функции G зашито. Почему? Ну, мы так определили функцию нашу. Так удобнее, когда у нас есть... Ну, у нас интеграл в смысле главного значения определен. Его можно определить как... Что за интеграл в смысле главного значения, его брось? Какая интеграл в смысле главного значения? А вот и можно. Да нет, ну это, как говорится, пусть докладает хоть дневнятное что-то скажет. Изначально у вас есть какие-то… Там, в смысле главного значения. И не бывает. Значит оно… Я спущу, это вообще не… Значит, когда у нас оно появилось. Ну, давайте расскажу когда оно у нас появилось. когда мы вот эту операцию проделываем значит мы как бы раздираем уравнение значит сумме значит некоторые особенности этого уравнения они между собой сокращаются когда мы его раздираем у нас получают появляются дополнительные особенности в каждом из отдельных же соответственно мы должны в каком-то смысле как бы регулировать эти расходимости то есть либо прискрипцию добавлять либо сказать что там смысле главного значения мы берем вот ну можно сказать что это у нас плюс минус и ноль и полусуму взять вот ну так решили она должна быть главное согласована при раздирании да да мы раздираем в сумме у нас до ложная мы как бы договариваемся просто как мы либо мы держим какое-то правило обхода и потом его учитываем да мы А вот эти божные выявляются. Вот мы с Минковским продолжаем. На самом деле есть люди, получаемые другие. Я понял так, что там, где применяется главное значение, это говорится, что это особенность фиктивная. Да. Но они появляются еще... А фиктивная элементка у вас? Да. Вы уже не знаете, она кто? Особенность фиктивная. Особенности разные бывают. Вот о котором говоришь сейчас. Вот которое применяется правило главного значения. Эффективная, эффективная. Да, да. Она, конечно, тоже эффективная. Да, эффективная. Нет, но если она у тебя в Эвклиде эффективная, то в Минковском непонятно, что с ней будет. Вот мы с этими разбираемся. Вот это иначе правила обезьянного значения. Вот в Эвклиде у нас была, была прескрипция в смысле главного значения. Она уже есть в боксе, на самом деле. Если посмотреть на выражение для бокса, то у вас в боксе тоже есть эффективные реплинии, которые сокращаются между разными гипергеометриками. А мы хотим каждую гипергеометрику, грубо говоря, включить в свое уравнение. И самый простой способ это сделать, это написать реальную часть перед каждой гипергеометрикой. А реплинии, они все уйдут. Нет, вопрос очень. Ты понимаешь, что в Эвклиде у тебя нет настоящих особенностей, поэтому ты можешь развлекаться как раз. В сумме, конечно, нету, в сумме нету. Мы не делаем абсолютно строгое аналитическое продолжение в Дне Эвклиде. Именно поэтому вопросы есть. Я согласен, что когда вы делаете продолжение аналитическое в Дне Эвклиде, вы должны поступать очень аккуратно. Вот мы это ровно и делаем. У нас в Эвклиде все свелось к сумме по полусумме по двум контурам. Верхнему и нижнему. Ну да, вот они. И дальше мы просто тупо, аккуратно смотрим, как у нас эти контуры наматываются, когда у вас меняются точки ветвления. И вот, например, примерно нарисовано на первом. Да, то есть мы с 5 движемся по полуокружности, и у нас вот эти полюса, ну это пример только у нас для каждого куска по-разному. Вот они убегают вот туда, ну вот как вот здесь нарисовано. То есть они вот так вот перешли сюда и уточили за собой контур. А вы вот так, по ходу, делаете какие-то реальные особенности? Они здесь тоже? Да мы за всем слотим. Мы можем на подинтегральность. Да, за любыми следим. Мы показать, какие у него есть особенности в принципе. Мы видим его, это просто элементарная функция. Значит, после поворота мы что делаем? Мы наш интеграл приводим к такому же виду, как у нас было, и плюс интеграл вокруг разрезов всяческие. Значит, ну когда мы проделываем, что оказывается? Значит, у нас возникает такой рецепт аналитического продолжения. Значит, оказывается, что аналитически продолжаются только вот эти множители перед интегралом, которые стоят. А от интегралов просто реальную часть можно взять. А вот эта константная слагаемая, при которой вот эта константа стояла, она имеется только в областях, когда все отрицательные или положительные. Поскольку, ну вот когда мы перескочили из одной области в другую, у нас вот эта константа, оставшись на интегралом, сократилась. Ну и мы, конечно, проверили в другие области переход. Как бы там аналогично все делается. А вот результат такой у нас. Значит, получается, ну это аналитическое выражение во всех областях. Вот это как бы правило, что у нас, что эта константа есть только когда все положительные или все отрицательные. Ну и просто арктангенс у нас стоит в сумме. Ну и зависимость от эпсиона, то есть если мы в нужную область нам смотрим, она только вот здесь содержится, ну и вот эти, вот эти общие множители. Вы же можете прямо из вашего уравнения написать, в принципе, там куча членов выражения ПАЭФС? Да, 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 в принципе, да. И какие там функции получаются от этих ПТС-ов, если просто по эпсиона несколько членов? Ну мы, так сказать, получали выражение… Да. Если пытаться через Гончаровский выразить, вот там, ну, довольно-таки страшно получается, через Гончаровский поливогарифмы. Ну здесь надо какие-то свои вводить, что-то вроде последовательного навешивания типа арктангенса, что-то вот типа этого. Да нет, конечно. Тут Гончаровские, ну, какие есть, такие и есть. Гончаровские, понимаете, тут с этим ничего не сделаешь. А что касается записывания любого члена разложения, то вот Миша же сказал, что вот есть Т в степени Эпсиона и минус С в степени минус Эпсиона, да? И вот если вы вместо этого множителя напишите логарифм этой степени, то получите однократный интеграл для Н-того члена разложения двоевся. Больше ничего нет. Ну там реальное разложение Ц от Эпсиона есть, конечно, еще. Ну и вон того члена, который с церковной функцией стоит. Но в остальном это просто однократный интеграл и все. А если вы начнете их раскручивать, ну, это интеграл от чего? От степени логарифма и от арктангрицы, который тоже логарифм. Поэтому, если вы там шахминг будете использовать, то он более-менее тривиально переписывается через Гончаровский полеологарифм. Да, но у нас зато многократные интегралы получаются. Абсолютно никому, на мой взгляд, не нужно. В последние времена этот однократный интеграл легко считать, а начинается разлагать кому-то надо. Да, ну и здесь какой факт был, что разложение по размерности у нас с Эпсиона 0 начинается. Ну это... Ну хорошо, если она препарировать, то с желающими нас. Нам окажется, когда нужно, чтобы вымерясь, Эпсиона тебе летит в доме, да? Или нет? Ну, а... Да, да, да. Ну это давно уже было известно, больше 20 лет это выражение. А почему нам еще Эпсиона 0? Ну я вначале рассказал, для чего она нужна. Я уже не помню. Ну давайте еще. Как ты рассказал, ты или как раз забыть эти разумки? Как раз рассказывай, с вами же рассказывается. Ваши детства это был нулевой. Да, да. Значит, где это выражение нужно? Оно нужно, например, для амплитуды с пятью концами. С помощью адзации Берна-Диксону-Смирнова из 1 петлевой амплитуды можно получить для планарного предела любой порядок. Порядок почему? По петлям. Благодаря амплитудам. А вот я когда-то тоже 20 лет назад вычислил в любом порядке по Эпсиона, но правда в определенной кинематике. Да. То есть мы используем теоремы Гриба, между прочим. Да. Ну и нужно, конечно, было еще это для вереских вершин, для БФХЛ. Кому-то это стало лучше. Ну, где ухо. Это благодаря этому БФХЛ в предыдущем приближении был построен. И что, это стало лучше? Ну, я думаю, сколько людей коррется этих БФХЛ? Ну, вот это для примера результат Тарасова. Он на сладь не влез. То есть этот результат никому не показывает? Да, да, это... Посмотрим. Это очень хороший результат. Наш результат. Это предыдущая страничка. Да. Вот это наш результат. Да. А вот этот результат, который был до нас. Да, самый маленький шрифтон здесь написан. Я его вижу. Там есть интегралы, это раз. Там есть функции А. Вот. Вот эти все буквы, это интегралы. Все буквы, это интегралы. Может эти ваши интегралы проинтегрировать, то получится еще хуже? Нет. На самом деле... Это вообще не получится. Поскольку пока ты не размножишь, ты интегралы не размешь. Конечно. Проблема в том, что, конечно, такое выражение использовать невозможно. И, так сказать, разложение по Эпсилу, например, ну как вы сделали это положение по Эпсилу? Да я ее задаваю. А у нас вот та формула, она как бы там тривиальная правка внести вне разложение по Эпсилу. Вместо вот минус С, Т на минус С деленное, записать логарифм. Ну и все в степени Н. Это будет Н-Порядок, ну и Н-Порядок, ну и Н-Порядок разложения Пентагона. Да. Вторая, вот следующий слайд, он тут приведет просто в качестве примера предыдущего, существующего, результат. тоже простенький результат. Интересно, что там было, когда первые вычисления, там, какого же, были огромные вычисления, там, где-то, которые тоже считали, со Смирновым, там, они занимали 20 страниц. Это равно как клевак, о котором всегда говорили господа, ведь это, могло бы тоже. 20 страниц. А потом нашелся Гончаров, и взял, и все, свел все в простенькую форму, куда в три строчки написал. Это вы про что говорите? Про редческую симптотику? Или про эчисптотику? Да, да, да. Про эчисптотику. Ну, вот этот вот результат Тарасова и Книля, и честно, я прошелся по ссылкам, и видно, что люди его не могут использовать. То есть, как бы, ни одна работа, которая бы его использовала, не в качестве просто, так сказать, примера того, что было посчитано в качестве использования, я не нашел. Вот мы результат еще свой проверили в сравнении с программой Fiesta 3, которая численно интегрирует интеграл. Ну, мы кинули какие-то точки, но я здесь просто привел, что для разных областей. На самом деле, точек мы там, я не знаю, штук 100 накидали для проверки. Здесь два порядка приведенных по эпсилам, ну, и там мимая часть есть, согласие вычисленное хорошее с Финестой. Ну, даже если когда-то у нее вся одна вещь, которую все-таки проверок используют. Я не понял больше. Это Тарасов считал даже самым, что вы, чай, царит? Посчитали. Да. Посчитали, да? Да. Так если он все посчитал, ответы как-то можно сверить? Ну, нельзя. Мы пытались пределы сравнить, но у нас пределы не совпали, поэтому мы решили сравниваться с Фиестой. Да, ну, что это Фиест? Программа для численного интеллера. Нет, это Фиестой с Фиестой. Фиестой праздник. Прямо праздник. А почему нашу пробовать? Считает, численность или это право? Да, она там. Может, она надо Эти Фиестой использоваться и не заборачиваться? Она медленно работает, если точно. Да, вот этот результат подставили. Нет, ну, и потом, если речь, таковы сколько времени я на него потратил. На кого? Один раз потратил. Один раз. Все остальные вытратить не будут. Да, будем убирать. На самом деле, это еще была демонстрация метода для приведения к эψилон-форме тоже. Вот проэпсилон-форме. Когда есть признаки того, когда можно привести, а нельзя привести. К эψилон-форме. Ко мне, что? Затачи. Даль, да, да. План. Сказал, вот придет Роман Николаевич на эту тему. Вот приедет Варя, он, к сожалению, сейчас не станет. Раз и так рассудит. В общем, критерии есть, ну, то есть, на данный момент, собственно, есть даже и критерии строгие, ну, ээээ, в смысле, достаточные. Нет, всякие. И достаточно неопритые, а если так, то не пройдет. Ну, скажем так, неопритые, если вы положите критерии, а не как, положительную сторону, это необходимое условие, или наоборот, что если так, то оно неопритимое. Критерии, ну, критерии, давайте так, есть разные вопросы. Вопрос про дифференциальные системы по одной переменке. Он, в этом смысле, ну, можно сказать, решен полностью, в том смысле, что есть критерии необходимые и достаточные, он, правда, алгоритмический, а не какой-то простой, то есть, нужно делать алгоритм, но если на каком-то шаге у вас что-то перестает получаться, значит, такой формы в этих переменах если не перестает, то вы до конца делаете и получаете репсионную форму. До бесконечности? Не до бесконечности, алгоритм заканчивается. Это про одну переменную. С многими переменами вопрос гораздо более темный, там это уже какая-то алгебраическая геометрия, там какие-то гиперповерхности в примерном комплексном. В общем, это вопрос тяжелый и критерия нет. Но что касается однопетлевых интегралов, то вот эта часть приведения к эпсилонформе, она несложна, потому что в однопетлевых интегралах у вас нету по-настоящему запутанных систем. Вся матрица, которую Миша нарисовал, она треугольная. Ее можно в треугольном виде просто нарисовать, и она, надеюсь, так и нарисована. Вот если присмотреться, она треугольная. Это значит, что каждый следующий интеграл выражает производное каждого интеграла, который соответствует строчке выше, выражается через его самого с каким-то кресцентом и более простые интегралы, неоднородность. И, конечно, это существенное упрощение. А в многопетлевых случаях у вас есть блоки такие непривативные, то есть есть интегралы, которые с одинаковым числом знаменателей, но некоторые знаменатели у некоторых мастеров квадрированные, например. И тогда производная таких интегралов выражается через интегралы высквадрированные, то есть у вас появляется настоящий блок, который соответствует запрятанной системе. Вот алгоритм, который я в прошлом году рассказывал, он работает для таких систем, но от одной перемены. То есть потому что если бы системы были треугольные, то и огород городить не надо было бы. Весь этот алгоритм он нужен только для сложных случаях. Но пока что, так сказать, по крайней мере, для одной перемены. Для одной перемены вопрос, можно сказать, решен. Есть там вопросы эффективности, потому что если, как говорится, аппетиты растут, размеры этих систем тоже растут, и иногда может быть довольно сложно его применять. Хотя вот сейчас как бы я пока ни одного примера не знаю такого с одной переменной, которую бы этим алгоритмом нельзя было привести. Включая примеры с системами этими настоящими запутанными, размером по-моему 8 на 8 максимум, что я приводил. То есть 8 на 8 система запутанная, ну не 8 на 8, а 8 уравнений, которые между собой запутаны, можно привести с помощью этого алгоритма. Ну в общем все.